Совсем недавно появились такие сведения, что, в общем-то, по-видимому, если мы правильно эксплуатируем газовые и нефтяные месторождения, что они не погибнут, они будут через какое-то через десятки лет, они восстанавливаются. Но для этого… То есть рассматриваете Землю как единый живой организм. Естественно, естественно, которое является частью другого организма. Если мы смотрим на Землю, как отбрасываем все вот эти свои парадигмы, что это какая-то совершенно мертвая такая глупая такая система какая-то, совершенно без всяких своих целей, без всяких связей с чем-то, с более высокими уровнями, то мы видим, начинаем видеть, что действительно, что наша Земля, в общем-то, она… То, что Джеймс Ларвелк уже в 70-е годы сказал, что теория Гайи, то, что мы видим, что есть свойства некого живого организма у Земли. То есть мы как бы сидим на большом животном. Да, а это животное, оно еще связано с другим еще большим животным, например, нашей галактикой, которая поставляет нам и энергию, оказывается, и вещества, без которых мы можем… Причем оно поставляет их именно в те времена, в то время и в то место, которое нужно для дальнейшего развития. И одновременно оно защищает, оказывается, что есть всякие космические защиты. Мы знаем, например, что у нас есть магнитное поле, и есть планеты, даже внутренние планеты, которые защищают от огромных астероидов, которые берут на себя вот эту бомбардировку. Допустим, Луна противостоит между нами и Солнцем, и держит всю эту систему. Да, есть очень много, есть многие, ведь Луны вообще, Луна – это совершенно необычайное явление. То есть мы говорим о системе Солнца, Земля, Луна. Без этого просто мы не понимаем, что происходит. И это совершенно такие аномальные явления, сами вот как Луна – это огромный спутник, мы не знаем других таких вот, у других планет нет таких спутников, и она просто нам удерживает Землю в таком устойчивом положении. Поэтому у нас есть и относительно… Атмосфера? Да, у нас есть атмосфера, у нас есть климат, более-менее 4 сезона, у нас есть смена сезонов, у нас есть дожди, которые приходят, например, в те места, которые обычно сухие вот во время дождевых сезонов. То есть все, чтобы максимальное, так сказать, потворство жизни, скажем так. Субтитры создавал DimaTorzok